Друзья, всем привет из Махмутларчика. Жарит солнце по летнему 24-25 здесь сейчас. В оба их Тосморе дует ветер. Ветер прохладный, он сбивает сразу градуса 3-4, минус делает. Ну, в смысле, меньше на 3-4 градуса. 5 часов 20 минут. Несмотря на это, солнце палит. Вы видите центр, мы находимся на пляже главного Махмутлара. Вот так он сейчас выглядит. Трагически. И идем сейчас традиционно, как я всегда хожу, через парки. Или пока нам зеленые. Идем через парки в башенке, в центр. И потом, конечно же, видео с рынком. Также две части в оба. Мы прошли в оба и кто смотрит. Я не знаю, что будет раньше, что позже. Не важно. Сегодня у нас 19 февраля, суббота. Хух, и тут реально надо быть сейчас в шортах и в тапочках, а не в джинсах и кроссовках. Это ужасно просто. Тепло чуть ли не реально летнее просто. Очень много людей в парке. Даже не верится, что вот еще полчаса назад я был там. И кто смотрит, реально мало того, что сильный ветер, но он реально сильно сбивал градусы. Там люди ходили вообще многие тепло одетые даже. А здесь сейчас, смотрю, даже местные многие ходят по весеннему, по летнему. Очень много. Видите, большие семьи, есть куча детей. Детей тут больше, чем взрослых. Теннисные столы. Занятые. Ой, аж, знаете, я зашел в тени, хочется аж выдохнуть с облегчением, постоять немножко в тени. Я еще в этой куртке, блин. Смотрите, как много людей. И в кафешке там. И в кафешке, и возле кафешки. И турецких много, детишек, и наших, само собой. Сегодня гуляют все, потому что в такой солнечный день сидеть дома просто нереально. Конечно. Входим туда, к банкоматам. Как хорошо в тени, однако. Икс, не помню, какая область. Привет, Украина. Сколько тут апельсинок на деревьях. Это так красиво. О, Аланья Спорт. Здесь магазин открыли, я не знал. Так красиво, когда апельсинки у нас доживают до весны. Как это все красиво выглядит. Самые богатые люди, как я всегда шучу, живут в Махмудларе. Потому что всегда толпы банкомат. Грейт Бриттен. Привет зрителям моим из Великобритании. Так, сейчас перейдем на ту сторону. Моему любимому фонтанчику. Он вроде не работает, но да ладно. Что-то движняк здесь. Давайте посмотрим на руль. У вас правый? Да. Все как положено, правый руль. Так, не давите меня, пожалуйста. Нельзя этого делать. Все, мы перескочили. Зайдем в фонтанчику. Он просто не знал, что я появлюсь тут сегодня. Поэтому не работает. Потому что я сам не знал, что я сюда попаду. Красивое, тихое место здесь сейчас. Знаете, вот в Махмудларе я это замечаю уже второй год. Особенно в сезон даже. Когда вот людей вроде как и много. Вот вокруг смотришь, людей много. Но в Махмудларе есть какое-то вот спокойствие. Вот я сейчас иду и все равно наслаждаюсь чуть ли не тишиной. Несмотря на то, что много людей вокруг везде. И машины. То есть и в сезон такое бывает. Я вот это уже замечал. Что когда приезжаешь сюда и зоба там или откуда. Такое впечатление, что здесь как-то поспокойнее. Особенно если пройти минут 10 еще от центра в сторону Карвиджака. Или по другой улице идти по следующей. Ну вот как-то люблю я Махмудлар тоже. Каждый район Аланьи люблю по-своему. Здесь я традиционно должен помыть руки. Мовение совершить у меня такая традиция. Я поискупался, боя там на солнце сейчас реально так шел. У меня было жарко на самом деле. Холодная водичка так хорошо. Так, друзья, идем дальше. У меня второй день так удивительно. Многие смотрят, будто я один тут такой. Мне кажется, смешнее гораздо должны выглядеть люди, которые с телефоном идут и снимают на телефон. Вот это смех даже для меня. Я крутой блогер с крутой камерой, но я не блогер. Я простой человек. Уже не пойму, ну блин, столько красный светит. А я уже мог бы 50 раз перейти. А почему красный, не могу понять. Все стоят. Почему мне красный? Им красный, мне красный. В особенности турецких светофоров. Блин, он просто не работает. Почему он две минуты до этого был красный? Кто объяснит, напишите. А может быть машины направо могли поворачивать там. Надеюсь, он не нарушил, потому что вроде как не зеленый был. Люди много в кафешке. Германия, Германия, Франция. Германия. Цены на куриную эту тарелку с гарниром и с овощами 49 лир сейчас. Да, я вспоминаю, как она была. 12. Нет, когда я приехал, она, по-моему, вообще 9. Охо-хо-хо-хо. 9? Нет. Или 19. Но даже если 19, то уже 49. Конечно, сами понимаете, насколько подорожание. Там не соответствует многие подорожания поднятию цен. То есть, инфляция как бы, да? Вера обесценилась пусть на 100% за 3 года, допустим, да? А цены поднялись многие на 200%. Вот и как это объяснить. Чукс, чей-то футболяю. Швеция, астрон. Ае, о, Днепр, опять. Вторая машина из Днепра сегодня. Много машин, кстати, из Днепра. 95. Это я все время с Москвой путаю. Это, может, не Москва. Да? Напишите, 95 кто. Я Чечню забываю, она похожая. Там девятка, по-моему, с чем-то, да? Так, и мы переходим сюда. Здесь уже почти возле рынка. Куда мы сейчас отправимся? В следующую часть. Надо маску достать. Сейчас мы даже с нашим человеком здесь поздороваемся. Которая, вы знаете, как много тут апельсинок на деревьях. Это так радует. Тут фонтанчики работают. Сюда сейчас в рынок заходить не буду. Пройдем, найдем, зайдем со стороны башни будем заходить. Вот наш знакомый человек. У него финики, финики, финики. Местные. Местные, настоящие. Мраба. Супер, супер. Форма, это финик. Смотрите, какая красота. Это Алая-Аланья? Нет, нет, Алая-Аланья. Медина. А, я понял, это с другой стороны. А, это тоже, да? Я думал, местные. Супер. Клубничка по 30 лир. Остальное, остальное будет, мы сейчас зайдем. Всего счастливо. Остальное зайдем со стороны башенки. С часами и пойдем там потом. Хурма, не пугайтесь. Это не хурма, это финик. Так называют их по-турецки. Как же тут классное тепло. Кто там живет сейчас в Алании, под ветром сейчас гуляет, конечно, друзья, вы не представляете, насколько здесь ощутима разница вот это, то, что нет ветра. Просто сказка здесь сейчас. Так вот, неожиданно, Ромка попал в Махмуд Ларчик. Да, совсем не собирался сегодня. Поэтому с вас лайки. Все, у меня сейчас будет маску и идем на базарчик, смотри, цены, потом еще прогулочки какие-то обязательно сегодня будут. Махмуд Ларчику мы еще погуляем. Ну, все, пока всем. Эту часть мы завершаем.